В эфире телекомпании Круг Новости. Со взором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. И я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня выпуски вы увидите. Участники акции Одесса-Беструханова обратились к президенту с требованием расследовать дела городского головы и привлечь его к ответственности. Автомобильный рынок «Успех» не отступит перед городской властью. На решение суда подадут апелляцию. При Главном управлении национальной полиции в Одесской области создан экспертный совет. В Одессе открылась 17-я всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одессине». А теперь об этих и других событиях подробнее. Геннадий Труханов должен уйти в отставку и понести наказание за противоправную деятельность. С этим требованием участники акции «Одесса-Беструханова» обратились к президенту Украины, председателю Верховной Рады и генеральному прокурору. Акция протеста «Одесса-Беструханова» дошла до столицы. Бездействие правоохранительной системы в нашем городе вынудило одесситов обратиться к высшей власти. Делегация активистов антитрухановского Майдана провела пресс-конференцию в Киеве. Беспрецедентное воровство и грабеж города. Такого не было никогда, как сейчас. За одну сессию продают по землю под 30 коробок. Продаются склоны, продаются зеленые зоны, продается земля в историческом центре. Антимырский Майдан на Думской площади начался с акции протеста работников автомобильного рынка «Успех». Городская власть намерена уничтожить предприятия, занимающие дорогой участок земли. Предприниматели поддержало множество одесситов, недовольных делами мэра. Массовая незаконная застройка и разрушение исторической части города, связи с пророссийскими силами, скандальные истории с двойным гражданством и офшорными компаниями – этого более чем достаточно для как минимум отставки. Общественники требуют расследования деятельности Геннадия Труханова. То, что Труханов находится в мэрском кресле – это большая недоработка службы безопасности. Человек неоднократно высказывал свою позицию относительно того, что Одесса – русский город. Неоднократно присутствовал на Куликовом поле, подогревая вражду между людьми. То, что случилось 2 мая – это в первую очередь его вина. Также мы помним, что Труханов, будучи депутатом Верховной Рады, голосовал за законы от 16 января, законы, которые были направлены против патриотов. Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы нашим городом управлял человек с криминальным прошлым – это раз. А второе – это человек, который до сих пор ждет русский мир, несмотря на то, что сейчас он кричит «Слава Украине!». Городом управляет банда преступников. И что говорить о Труханове, то вот у меня в руках есть документы, обвинительное заключение, в котором Труханов проходит как соучастник банды Ангерта. И тогда это были лихие 90-е. Сейчас он работает для Ангерта, потому что в Одессе существует такая компания «Синтез Оил», через которую прокачиваются нефтепродукты. И Труханов сидит на этих потоках для того, чтобы обеспечить прибыль конкретно Ангерту. Вот весь горсовет то же самое, поддерживает все начинания Труханова. В общем-то городом правят просто бандиты. Ответом власти стал погром палаточного городка протестующих на Думской площади. В организации ночного избиения участники акции прямо обвиняют мэра. В 15.04 утра подъехала маршрутка желтого цвета «Богдан». Открылись двери, с нее начали выбегать эти люди с битами, с цепями. Они очень быстро, без какого-то слова, начали принимать сразу активные, радикальные действия. То есть они начали сразу всех бить. Активисты осознают, что их упорство разжигает ненависть одесской власти и насилие может повториться. Меня предупредили раз за два или три. Стас, не лезь. Стас за это будет ответственность. Стас, это не те люди, которые идут разговаривать, они тебя уничтожат. Опасения не напрасные. Геннадий Труханов опирается на силу. По приказу мэра готовится организация подчиненных ему охранных отрядов. В Одессе створюется муниципальная полиция. То есть, миссия проголосовала за створение этой полиции. Из бюджета будут выделяться деньги на этих людей. И эти люди в автобусе, это те люди, которые набираются в муниципальную полицию. Понимая, к чему приведет дальнейшая эскалация конфликта, участники антитрухановского майдана требуют у власти подотвратить худшее. Новые беспорядки в Одессе могут отразиться на ситуации во всей стране. Одесса сегодня из-за того, что там Труханов и опять правят та же система коррумпированная, те же люди по факту правят, регионалы бывшие, которые уничтожали и хотели уничтожить Украину во время революции гидности. Эти же люди нами управляют, эти же люди разрушают наш город, разрушают наше будущее. Если киевская власть не обратит пристально на это внимание, не примет никаких мер, срочных и кардинальных, это может закончиться очень плохо. Бездействие силовых структур дает основания для подозрений о связях Киева с одесским мэром. На кону стоит не только судьба города, но и авторитет центральной власти. Александр Виноградов, Евгения Войтенко, Сергей Коняхин, телекомпания КРУ. Предприниматели автомобильного рынка «Успех» намерены отстаивать свое конституционное право на труд. Решение Одесского хозяйственного суда, принятое в пользу городской власти, коллектив предприятия считает незаконным. Судебная тяжба будет продолжена. Хозяйственный суд удовлетворил иск городского совета о лишении предпринимателей рынка «Успех» право собственности на построенные ими же павильоны. Вступление в силу этого решения означало бы, что почти тысяча людей останется без работы. На собрании коллектива юристы предприятия прояснили ситуацию. Решение было вынесено с рядом процессуальных нарушений в рубах. Судья, якобы удаляя совещательную комнату для вынесения решения по ходатайствам, ранее заявленным, вышел уже с решением о удовлетворении иска Одесского городского совета. Естественно, все его действия с нашей стороны будут обжаловаться, как в Одесский апелляционный хозяйственный суд, так и в высшую дисциплинарную комиссию, в высший совет юстиции. Когда заявляются какие-то податайства, обязательно судья на обсуждение участников процесса ставит вопрос о том, чтобы приходить к судебным дебатам и ставит вопрос о том, чтобы заканчивать судебное разбирательство. В этом судебном заседании это сделано не было. Это очень грубое нарушение, нарушение введения процесса и порядка введения. Это является одним из оснований для того, чтобы было отменено решение. Поэтому мы вот этот момент особо описали в жалобах всех. На данный момент, с точки зрения закона, ничто не может помешать предпринимателям работать. Выданные им ранее документы продолжают действовать. Есть решение Киевского суда города Одессы, которое вступило в законную силу, никем не обжаловано, является действительным. О признании права собственности за рынком успеха. Судебный процесс может идти от шести месяцев до года. Одновременно юристы рынка подали иск в Приморский суд с требованием обязать городскую власть заключить договоры аренды территории с предпринимателями. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». По сообщению интернет-издания «Думская» реконструкция знаменитого моста Коцебу в центре Одессы обойдется городскому бюджету в сумму более 48 миллионов гривен. Планируется, что работы будут идти в течение этого года и следующего. Как выглядит мост Коцебу сейчас в нашем сюжете? Безусловно, построенный архитектором Ландесманом в 1889-1892 годах в мастерских Густава Эйфеля мост через Дывалановский спуск, названный в честь мецената Павла Коцебу, давно требует ремонта. На мосту сейчас можно наблюдать и дыры в покрытии, и лестницы, ведущие к Дывалановскому спуску, находятся в плачевном состоянии. Из-за того, что мост перекрыт для автомобилей, нарушена превышенная схема дорожного движения. Где-то года два точно, да, с 2014 года, потому что он еще был не перекрыт, но уже отверстия эти были. Автобусы функционировали, ездили. Но у него когда-то висела табличка 7 тонн, а 7 тонн он выдерживал еще 30 лет назад. И за последние годы он уже, в связи с тем, что он ветшал, он уже не выдерживал. Еще в феврале 2016 года, согласно сайту Одесского городского совета, из бюджета планировалось выделить 15 миллионов гривен для начала проведения капитального ремонта моста. На мосту необходимо заменить аварийные элементы пролетного строения, восстановить дорожное покрытие, парапеты и лестницы, а также архитектурные элементы моста, художественное литье, укрепить несущие конструкции. Кроме того, запланировано переустройство сетей связи, сетей газопровода низкого давления. Но стоит ли это 48 миллионов гривен? Мост старинный, видно, что старый, надо, конечно, реконструировать его, это однозначно. Но здесь очень красиво. Если бы, конечно, здесь навели порядок, было бы лучше. Ну вот собирается 48 миллионов и потратить, что бы будет? 48 миллионов. Исходя из того, что сегодня творится, конечно, в стране, 48 миллионов чисто только на мост, это, конечно, уже начинает так задумываться, есть ли смысл. Коммунальное хозяйство должно смотреть на это. Никто не смотрит. Должно ремонтироваться хотя бы раз в год, как планируется. Ну, может, в местном бюджете нет денег, как обычно наши говорят. В местном бюджете как раз деньги есть. У него планируют 48 миллионов гривен выделить на ремонт моста. Ну, это сильно много. Но самое главное, реконструкцией моста, сообщает Думская НЭТ, займется компания «Росдорстрой», которую СМИ связывают непосредственно с персоной одесского городского головы Геннадия Труханова. Именно она смогла дать самую низкую цену, исходя из первоначальной заявки в 49 миллионов 138 тысяч гривен на капитальный ремонт покрытия площади почти 2250 квадратных метров. «Росдорстрой» предложили 48 миллионов 233 тысячи гривен. Соревновались с Волынской мостостроительной компанией. В итоге, грубо говоря, более 21 тысячи гривен будет потрачено на ремонт одного квадратного метра объекта. Как стало известно, близкая Геннадию Труханову компания «Росдорстрой» получила подряды на строительство кабельных линий электроснабжения на кругленькую сумму – почти 119 миллионов гривен. Об этом сообщает интернет-ресурс «Таймер». Напомним, что основателем «Росдорстрой» является офшорная компания «Сайдлэк Интернешнл Лимитед», зарегистрированная на Виргинских островах, директором которой числится Константин Киосе. Как отмечают СМИ, компания входит в состав инвестиционной группы «Рост», которую контролирует городской голова Геннадий Труханов. При главном управлении национальной полиции в Одесской области заработал экспертный совет. Его создатели обещают, ничего общего эта структура с прошлыми общественными советами при силовых структурах иметь не будет. Каковыми будут функции этого органа, кто в него вошел, какие цели преследуют советчики в нашем следующем сюжете. Всего в совет вошло 16 человек, в основном представители общественности и журналисты, члены группы 2 мая, ряд патриотических организаций города, но без замаранных и неоднозначных персон. Их задача будет консультировать полицию и граждан, наводить мосты между общественностью, полицией, СМИ и населением. Цель этого общественного совета, чтобы осуществить контроль над работой полиции. И те вопросы, которые будет нужно решать, что мы решили нужно, что работа полиции была прозрачна. Огромная работа была проведена к отбору этих членов комиссии, потому что большое значение имеет, чтобы члены комиссии не любировали свои интересы, наоборот, занимались вопросом, который улучшит работа полиции. Система, вот та старая коррупционная система, она сопротивляется, и не всегда работники полиции имеют возможность противостоять ей, поэтому здесь нужна необходимая помощь и контроль общественников. И речь идет не только о включении, непосредственном включении самих работников в эту коррупционную схему. Одна из инициатив – это открытие общественных приемных, в частности в Одессе, Измаиле, Черноморске и Татарбунарах. Планируется, что приемные будут работать один раз в неделю на 2-3 часа. В Одессе приемная будет работать на Еврейской 12, возле уже работающей. Часы приема будут расширены с 14.30 до 17.00 в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Представители экспертного совета получают право входить в помещение полиции, кроме секретных мест, оружейки и так далее, и контролировать ее работу. Определенные успехи уже есть. По итогам сотрудничества полиции и представителей экспертного совета понемногу меняется в сторону выполнения закона ситуация в Национальном природоохранном парке Тузловские лиманы, несмотря на активное противодействие местных царьков. Они являются бывшими работниками милиции, в частности Друговин, это главный охотник района, и другие. Они оказывают так или иначе давление и на органы следствия районные, поэтому необходимо все эти дела передавать в головное управление национальной полиции. Это наши рекомендации. На счет этого возбуждения уголовного дела, установления все лица, в данный момент проводятся совершенные оперативные мероприятия. Еще раз хочу сказать, что полиция на всех правонарушениях, и Татар-Бурянах, и других местах реагирует четко и на всех случаях возбуждает уголовное дело и проводит расследование. Поэтому была создана совместная группа, которые были на месте, и на месте сам общественники тоже посмотрели, что на всех случаях, которые там происходили, полиция реагировала четко. Возможно, формат работы приемных в будущем будет меняться и совершенствоваться. А об эффективности сотрудничества экспертного совета и полицейских можно будет судить хотя бы по делу тузловских лиманов. Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». За аграриями будущее, особенно если их будут поддерживать и другие производители. В этом уверены представители Аграрной партии Украины. Одесса стала местом проведения партийного форума, в котором представлены все 25 областей Украины. Производители всей страны, объединяйтесь! Еще никогда партийное мероприятие не проходило столь насыщенно и интересно. На партийный форум Аграрной партии Украины съехались аграрии и производители со всех украинских областей, впервые объединивших свои усилия для того, чтобы выработать единую концепцию дальнейшего развития этой политической силы, за которой, уверены участники собрания, будущее. Причем не только самой партии, но и всей Украины в целом. Та программа и те видения, яке мы сегодня выдаем, она объединяет не только людей, которые работают в аграрной галузе, а взагалей в всей галузе промышленности, в складах нашего суспельства. Дуже интересно, когда в зале сидят властники, президенты бизнеса, головы организаций районных, местных, великих, невеликих, политологи, медийники, и все разом работают над теми складами, которые в конце этапа привести партию до сердца каждого выборца в нашей стране. Что отличает аграрную партию от всех остальных политических сил Украины? В первую очередь то, что все они в большинстве своем политические проекты, а никак не идеологические объединения. Аграрная партия – это не собрание олигархических кланов, не партия больших денег. Эта партия представляет интересы фермеров, а теперь еще малого и среднего бизнеса. Людей, которые занимаются самым важным делом, кормят страну, одевают страну, то есть производят, а не потребляют. А значит, являются самой народной партией, поскольку представляют интересы народа в самом прямом смысле слова. Однако проблема в том, что если живущие в сельской местности люди знают важность развития аграрной силы, то городские жители не всегда понимают ее значимость. Мы когда шли на выборы, которые были в прошлом году, в местные советы, мы, если в среднем по сельских районах мы получили почти до 20% голосов избирателей, то в городе мы получили, если взять в областной совет, около 1%. И вот такая большая разница. И сегодня, чтобы изучить эту проблему, как-то ее разложить, понимать людей, которые хотят воспринять идеи аграрной партии, мы собрались, чтобы обсудить и выработать правильные мероприятия, направление на то, чтобы привлечь жителей города, поверить и голосовать за аграрную партию. Организаторы форума, а в первую очередь это местная партийная организация, поставили перед собой и присутствующими задачу самим придумать, в каком направлении двигаться дальше, самим определиться с дальнейшей концепцией развития политической силы. Причем обычно этим занимаются нанятые пиарщики, и, наверное, так было бы действительно проще, но зато менее действенно. И, наверное, на ответы на эти вопросы легко бы разгрызли в Киеве наши политологи и дали бы вам рекомендации, как это делать. Но проблема заключается в том, чтобы то, что дадут, потом исполнялось. И задача в том, чтобы через наше сознание, через нас мозг, через наше желание эти вопросы прошли вместе, чтобы за каждым столом мы выненчали их и дали их свои для того, чтобы потом все их начали выполнять. Мені самому очень интересно то, что мы увидим на выходе, потому что я много этих людей знаю успешными бизнесменами, знаю хорошими лидерами местной думки, но что они сейчас выдают на уровне политологов, ну, интересно, очень интересно. Но я уверен, что именно с этой платформой мы договорились, что мы проведем наступное в наступном месте по принципу Евробачения. Кто сейчас займет первое место, будет встречать эту когорту людей в своем месте, в своем регионе, мы допрацюем о том, что в конце этапа має привести партию до той стратегичной мети, которую мы поставили перед собой. О количественных и качественных изменениях, выводы, социологические исследования на предмет, что на самом деле думают люди, становящиеся на время выборов избирателями и тем самым влияющие на ход развития и страны, и партии. Свои исследования специалисты разместили по пяти блокам. Ключевой и идеологический образ электоральной ситуации, проблемные точки и страхи, а также источники получения информации. Отвечая на вопрос, кем вы себе представляете агрария, большинство опрошенных заявили, аграрии – это хозяйственники, люди, которые не столько владеют чем-то, сколько трудятся над чем-то. Паралельно с позитивным ставлением к образу господара, мы можем констатировать, что аграрии господаря воспринимают как кого-то, не как себя, а экстраполируют на третью особу. Такий визнавок мы делаем через то, что господар позиціонируется как независимый, как сильный господар, который не потребует помощи. И тем более важно, чтобы люди, трудящиеся, люди, производящие, люди, кормящие нашу страну, были соответственно представлены и в парламенте, и в местных органах власти. К слову о том, что аграрная партия может набрать необходимое количество голосов, и говорят проведенные исследования. Аграрную партию готовы поддержать все большее число жителей, причем не только села, что естественно, но и города, в первую очередь за счет объединения с производителями. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Боевой опыт АТО передается на службу общественной безопасности. В Одессе завершились учебные сборы для офицеров Национальной гвардии Украины. Два дня 33-й батальон охраны общественного порядка провел в условиях, приближенных к боевым. Во время занятий командиры учились правильной оценке обстановки и принятию решений, в то время как личный состав проходил боевое слаживание. Розыск и задержание вооруженных преступников с применением антитеррористической тактики – новое слово в работе украинских правоохранителей. По легенде, сбежавшие из-под стражи экстремисты при поддержке вооруженных сообщников вырвались из города и окопались за городом. Операция по их поимке начинается с выезда гвардейской колонны со спецтехникой в составе. Прорвавшись через искусственный завал на дороге, гвардейцы нейтрализуют первую вооруженную группу. Вторая группа преступников закрепляется в поле. Его прочёсывают, используя кинологов. Служебных собак месту доставляет спецтранспорт. После нейтрализации сообщников начинается заключительная фаза блокирования и захват сбежавших преступников. На полигоне в Польёво это выглядит вот так. Тактика антитеррора, говорит зам командующего по общественной безопасности нацгвардии, сводит к нулю возможные жертвы среди мирного населения и существенно уменьшает риск для самих военнослужащих. Все элементы проведённого занятия, отметил генерал, взяты с боевого опроса бойцов АТО. Практически, да, немножко, скажем так, со своими изменениями есть, в связи с тем, что зону АТО там в основном не поля проверяют, а населённые пункты и по объектам. Здесь мы показали вам односторонний поезд, а ещё поезд по объектам, по населённым пунктам, по улицам. Ну, в зависимости, какой участок нужно проверить и насколько мы владеем обстановкой, что есть на этом участке. Генерал Рудницкий отметил высокий уровень подготовки личного состава Южного оперативного объединения. Основным направлением боевой службы на следующее полугодие командование определило совершенствование тактических навыков. Николай Конюхов, Юрий Шинкаренко, Телеканал Круг. В Одессе снова масса новой литературы. Началась 17-я по счёту выставка-форум «Украинская книга на Одессине». Сотня украинских издателей представила в Национальной научной библиотеке тысячи новых учебников, сборников и монографий. В отдельной экспозиции – детская литература. Книжный форум открывали ведущие печатники и литераторы. Продолжит Николай Конюхов. Людей, как в храме, сказал кто-то из присутствующих на открытии и был прав в вестибюле научной библиотеки «Аншлаг». 17-й по счёту форум «Украинской книги» – это важная веха в культурной жизни города. Одесский форум «Украинская книга» – уже традиционная форма развития книгоиздательства библиотечного дела в городе и области. Каждое мероприятие позволяет собрать в одном месте весь накопленный за предшествующий год опыт издания и распространения печатного слова со всей Украины. Сьогодні ми свідками цього, що 17-й раз поспіль на Одещині ми заново прославляємо, показуємо, доводимо до всіх присутніх, для всіх заінтересованих, про те, що в нас насправді є українська книга, яка заслуговує на свою увагу. Українська книга, яка видається нашими видавцями, яка пишеться нашими вітчизняними авторами, молодими, досвідченими. І, власне, оце свято, яке сьогодні проходит, воно об'єднує всі всі. Для цього в Горьковську библиотеку съїжаються самі востребовані печатники і літератори і відправляються оттуда в полноценне турне по області. В цей раз книжний десант форума відправляється в раздельну, во главі делігації літературна зв'язка Ірена Раздобудька. Війни починаються там, де не читають книжок. Це звичайна метафора, можна сказати багато думати над цією метафору, розвивати її, але це правда. Там, де немає культури, там, де націнюється своє, не розвивається культура, люди не вміють аналізувати, думати, там завжди ситуація тяжка. Виставка форум «Украинская книга» на Одесьчине продлится до воскресенья. За це время посетители змогут увидеть сотні нових іздань, а іздатели представятся друг другу. Все три дня будуть проходить автограф-сесії і встречи с писателями. Николай Конюхов, Юрий Шинкаренко, Телеканал «Круг». Музей конечного дела Шустова представляє одеситам іную форму искусства – цветності. Или, как назвал свои работы сам автор термина – чудотворные цветности. Личность художника добавляет остроты экспозиції, а Павел Пванта известно лишь то, что он был украинским художником. А последователи, знавши его при жизни, утверждают, что он умел предсказывать будущее или видеть человеческую сущность. Прикасался к необъяснимому Николай Конюхов. Неважно, видите вы в работах Пванта глубокий символизм или верх абстракции, эти изображения действительно самобытны, то есть живут своей жизнью. Павел Пванта – загадочная мифологическая фигура, информация о которой закрыта. Святослав Лоб, хранитель работ Пванта, описал образ мастера в своей книге «Предпоследний пророк». Это все, что нужно знать простому смертному. Считаючи книгу, мы находим розшифровку, кто-то такой Пванта. Він же и Павел, он же и Иоанн, он же и Матвей. То есть все силы, энергии святых, которыми был наделан Пванта. Поэтому кто-то его отнесет, скажет, ну просто неперевершенный художник. Кто-то скажет, ну это творец, кто-то скажет, святый. И я думаю так, что сколько людей будет существовать, будет задать себе вопрос, кто же такой Пванта. По словам хранителя, Пванта никогда не называл своей работой картинами, цветности или чудотворные цветности, явленные мастерскому оку святыми. Я, к сожалению, не была знакома с автором, но энергетика, которая исходит от его картин, которые он не считал картинами, я говорил, что это чудотворные цветности, написанные с помощью 5965 святых. Ну, я познакомилась еще год назад. И хочу вам сказать, что это в корне изменило мою жизнь. Цветности не продаются, но могут найти себе пару. Сам Святослав объясняет, как стал хранителем. В рассвете сил его одолела темная хворь. Ни один врач не мог поставить диагноз. И придя к своему другу, Павелу Пванта, он просто увидел свою цветность, которая его излечила. После полного выздоровления мастер сказал, что традиционное лечение имело бы астрономическую стоимость. А он просто нашел свои цвета и исцелился. Теперь хранитель Святослав приглашает всех разделить тайну Пванта. Николай Конюхов, Юрий Шинкаренко, Телеканал Круг. И это все новости на сегодня. Далее информация о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличных выходных. Берегите себя и своих близких. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok